Решает спор путем переговоров. Сегодня говорим о медиации. Это такой инструмент примирения. А медиатор человек, который нужен для того, чтобы стороны договорились. Как часто прибегают к помощи таких людей или по старинке? Споры решаются в суде. У нас в гостях медиатор Светлана неплох. С ней и поговорим на эту тему. Светлана, здравствуйте. Добрый день. Светлана, давайте начнем с основного. Медиаторы. Кто это такие? Зачем они нужны? И как давно они появились вообще? Медиаторы это специально обученные люди, прошедшие специальную подготовку. И необходимы медиаторы для того, чтобы помочь сторонам конфликтующим прийти к взаимовыгодному решению. Конфликтность в обществе у нас растет и растет по понятным причинам. Тревожность и конфликтность. То есть можно ли сказать, что вот сегодня в 22-м году жители города Владимира, то общество, которое они организуют, оно все-таки конфликтное, нежели спокойное? Но я думаю, что это не только жители города Владимира. Конечно, в целом весь мир стал конфликтнее. То есть медиатор такой человек, который нужен для того, чтобы примирить тех людей, которые что-то не поделили. Правильно я понимаю? Почти. Почти? Медиатор не примеряет. Медиатор создает условия, при которых стороны могут вести конструктивные переговоры и искать взаимовыгодные решения. Условия это какие? Теплая домашняя атмосфера или какие условия? Условия хотя бы организационные, потому что иногда даже просто посадить за стол переговоров две враждующие стороны. Для этого тоже нужны определенные навыки. Если люди два-три года судятся, они, конечно, не настроены садиться и разговаривать. Вот для этого нужен медиатор, специально обученный, владеющий определенными технологиями. Ну вот и поделитесь, пожалуйста, технологиями и методиками, когда люди два-три года судятся, да, и вот прям ненавидят друг друга. Вот как их посадить за стол переговоров? Какие для этого есть инструменты? Сказать, ладно, не ругайтесь, ребята, пойдемте поговорим. Нет, ну, в любом конфликте ведь у каждой страны есть свой интерес. Так. И даже если первоначально кажется, что интерес, допустим, лежит там в плоскости какой-то материальной, ну, если взять там семейный спор, раздел имущества, да, то не всегда на самом деле действительно интересом являются деньги. Это может быть просто как орудие такое мести, да, побольше отнять, потому что эмоций очень много. Медиатор, в первую очередь, работает с эмоциями, потому что пока человек в эмоциях, решать конструктивно он не может ничего и никогда. Ну, просто так мозг у нас устроен. И задача медиатора в первую очередь перевести вот сторону из этого эмоционального в конструктивное состояние. И тогда они уже со столом переговоров начнут действительно разговор взрослых людей. Не детей «хочу это, хочу то», а взрослых. А что я могу сделать, чтобы решить вот эту ситуацию? А бывали такие случаи, когда эмоции не гаснут в течение нескольких лет? Конечно. Что в этом случае? Как их посадить за стол переговоров? Ну, медиация – это же не панацея. Я никогда не говорю о том, что в 100% случаев нужно к медиатору, и будет вопрос решен. Потому что действительно конфликт конфликтом, но это же всегда люди конфликтуют. И у каждого свой жизненный опыт и свои какие-то переживания есть. И не всегда есть возможность отработать вот именно в медиации вот эти эмоции, переживания. Тогда просто как медиатор я могу предложить стороне, допустим, обратиться к психологу или к юристу, если какие-то юридические вопросы, потому что медиатор не имеет права консультировать. Не имеет права консультировать? Не имеет права. А что же он делает? Он организует процесс? Медиатор вообще – один из основных принципов медиации. Это же процедура, есть определенные принципы, структуры. Один из основных принципов – это нейтральность медиатора. То есть я ни на одной стороне, ни на другой. Я вообще не сторона конфликта. Как раз это то, что позволяет мне конструктивно входить в конфликт. У меня нет эмоций по поводу вот этого конфликта. У меня нет эмоций. Я не участник. Но как только я понимаю, что я по каким-то причинам становлюсь на какую-то сторону, принимаю, присоединяюсь, я, в общем-то, должна выйти из этой процедуры. Сколько вы уже этим занимаетесь 10 лет? Ну, почти 10 лет скоро. Почти 10 лет. И хотите сказать, за 10 лет ни разу не было такой ситуации, когда вам звонит друг или подруга, говорит, Свет, ну вот у меня тут есть конфликт, ты же вот занимаешься этой вот медиацией. Ну вот давай мы, примири нас, пожалуйста. Получается, вы все-таки, как бы, да, определенная степень знакомства с одной из сторон-то у вас ведь есть? Вот были такие ситуации? Ну, знакомство и присоединение – это немножко разные вещи. То, что я хорошо знакома, это не значит, что я на стороне буду этого или этой знакомой. Если я понимаю, что действительно эмоционально настолько вовлечена в конфликт, я скажу, давай я тебя там сведу с другим медиатором, да, рекомендую. Но, в принципе, наверное, базовая моя профессия психиатрия позволяет мне все-таки пока что удерживаться в рамках нейтральности. Чем медиатор отличается от психологов? Отовсюду медиативные технологии взяли, наверное, ну, мне кажется, лучшее. И, конечно, психологическое консультирование отличается от работы медиаторов, потому что медиаторы, в первую очередь, направлены на осознанную, работу медиатора на осознанную коммуникацию. Сейчас говорят многоэффективная, там еще какая-то. Я всегда говорю, давайте заосознанную. То есть, когда мы открываем рот и что-то хотим сказать, давайте подумаем, а что мы хотим получить на выходе? Мы вопрос задаем зачем? Что мы хотим услышать? Хотим ли вообще ответ? И вот моя работа, там, психотерапевт, например, показывает, что зачастую конфликты и то, с чем обращаются к психологам, психотерапевтам, лежит в плоскости коммуникации именно. То есть, людям надо просто поговорить друг с другом? Людям надо поговорить осознанно. Это важно, ваше слово, я понял. Ну, простой пример, да, вы приносите какой-то документ, который вас просил начальник или друг принести, и вы там его писали всю ночь, вот рисовали, приносите. Он говорит, ну, положи, я потом прочитаю. Так, ну, бывают такие ситуации. А второй говорит, что там написал? Расскажи-ка мне быстренько, перескажи. Так. У них разная ведущая система. У одного аудиальная, он ушами слушает, общается. А у другого визуально, он глазами. И таким людям иногда сложно взаимодействовать, они подсознательно не понимают, почему. А, вот которые на стороне принимающего этот документ, да? Да. Потому что одному надо, чтобы ему рассказали, а второму надо глазами прочитать. Это как студент. Один сидит, слушает на лекции, все запоминает, а второму надо писать конспект. А человек разве сам в себе и в своем сопернике, скажем так, по конфликту не может понять, что вот я-то больше на слух, а он больше на глаз? Нет, нет, нет. Причем даже когда приходит вот... Или это даже не доходит вот до подсознания. Это не то, что не доходит, просто люди, ну, не знают. Это уже коммуникация, этому учатся. У нас, к сожалению, да, как обычно мне говорят после многих медиаций, тренингов по коммуникациям, говорят, так, где же вы были раньше, почему мы этого не знали? Ну, не учат, к сожалению, у нас нигде. И очень хорошо видно, когда приходят семейные пары, и они вроде расходиться не хотят, но им сложно друг с другом. Потому что я когда смотрю, я понимаю, проблемы иногда в чем. Ну, кроме того, что он может, ему надо почитать, а ей поговорить, да. Это еще разный темп речи, разная громкость, разная. Это подсознательно тоже может все немножко выводить из состояния равновесия. Это неосознанно. Ну, вот человек тебя раздражает, ты не понимаешь, почему он тебе ничего плохого не сделал. Оказывается, все дело в тембре голоса. Вполне возможно. Расскажите, ну, прямо интересно, расскажите пример из практики, естественно, без имен, без фамилий. Вот конфликты в каких отраслях бывают, на какой почве? Ну, это семейные, вот вы уже сказали, что еще? Какие истории? Конечно, конфликты в бизнесе. Сейчас не только у нас социальные конфликты нарастают, но и в бизнесе. Потому что много ситуаций бывает, которые, ну, как бы ни от кого не зависят. Ни от одной стороны, там, поставки задерживаются, арендные, всевозможные отношения. Ну, то есть все в равных, сложных условиях оказались. И зачастую конфликт есть, решать его как-то надо. Суд – это не выход иногда, зачастую, потому что это время. Судиться можно год и два, и больше, а особенно бизнесу, ему надо работать здесь и сейчас. И решить конфликт так, чтобы продолжать. Иногда сотрудничество важно, иначе вообще прекратится деятельность. А иногда просто нужно решение, чтобы деятельность дальше могла продолжаться. Очень много, конечно, сейчас школьных конфликтов. Но, опять же, по понятным причинам в тревоге все. И учителя, и дети, и родители, и, конечно, нарастают конфликты. Учителей с учениками или школьники между собой? Вы знаете, я бы, наверное, сказала и по горизонтали, и по вертикали, потому что обращений стало много, и их все больше, к сожалению, становится. Что-то с этим надо делать. Сейчас школьная медиация тоже, как отдельная ветвь, активно начала развиваться. И хочется надеяться, что какое-то решение в школах будет найдено. А пример можете прямо какие-то конкретные привести? Или это все-таки уже конфиденциальная информация считается? Что был конфликт такой? Были две стороны. В результате решили кто-то? Медиация, кстати, еще тема хороша. С одной стороны, что это конфиденциальная процедура. С другой стороны, это тормозит ее развитие. Потому что я как медиатор не могу полностью давать, конечно, какие-то данные. То есть как в медицине врачебная тайна есть? Вот здесь вот такая же история. Все хорошо, больше не предстают с этим вопросом. Нет, я могу сказать, одно, наверное, из самых таких за последнее время интересных медиативных дел было, когда вроде бы из развода, но в суде были дела по разделу имущества, по разделу бизнеса, порядок общения с ребенком, место жительства ребенка, встречные иски супругов по имуществу. И судились они тоже порядка двух или трех лет. И двумя медиативными соглашениями удалось конфликту регулировать. А как, не как часто, а длительность процесса медиации? То есть вот сколько необходимо времени в часах, в днях или в неделях? Понятно, что, наверное, каждый случай индивидуальный, но все равно какое-то, наверное, среднее есть какое-то число, чтобы стороны примирились с той практикой, которая есть у вас. Нет, нет никакой статистики, конечно, потому что это зависит целиком от способности сторон договариваться, от желания. Ну, кому-то, например, одного занятия хватит, а кому-то и, не знаю, и месяц ходить не поможет. Это регулирует только стороны. То есть вот в процессе медиации, чем она хороша, она абсолютно прозрачна. То есть в отличие от судьбы, где стороны не всегда понимают, что происходит, особенно если не они ходят, а представитель, то здесь они абсолютно точно всегда знают, на какой они стадии медиации, сколько они сегодня готовы, час, два, три медиативные, да, будет длиться сессия. Мы сразу это обговариваем изначально при встрече. Поэтому иногда бывает, что и три часа, а иногда и пару месяцев. Но это, опять же, зависит, медиация в рамках судебного производства уже передана, делана рассмотрение в суд, если то по закону медиации до 60 дней. Возможно, при остановлении судебного. То есть если судебное заседание идет, да? Да. То есть вот 60 дней вам на медиацию получилось или нет, это уже... Да. Ну, не факт, конечно, что получится, что будет медиативное соглашение. Чаще получается или нет? Ну, наверное, да. Я статистики тоже не веду, прям в процентах, но думаю, что да. А вы с судами, кстати, вот каково взаимодействие, да, и как налажена механика работы? То есть суды предлагают, да, там, ИСУ или ответчику, да, пройти процесс медиации? Или вот как это происходит? Ну, вообще, у нас в каждом определении суда есть такие строчки, что сторонам рекомендуется обратиться к примирительным процедурам, найти какое-то решение самостоятельно, да, или к медиатору обратиться. Но, к сожалению, у нас мало кто читает досконально все документы. Судьи, есть часть судей, которые очень лояльно настроены к медиации и сами рекомендуют. Потому что те соглашения медиативные, которые стороны достигают сами, это очень высокая вероятность, что они будут исполняться, в отличие от судебных. Потому что моя задача еще как медиатора, вот это соглашение медиативное проверить на жизнеспособность. Что не просто они договорились, а что у каждой стороны есть ресурсы выполнять вот это соглашение. А проверяете ли вы или какой-либо орган результаты вот этого уже соглашения? То есть, что они договорились там в течение года, я тебе сделаю это, а ты мне сделай что? Договорились, договорились, руки пожали, год прошел, а никто ничего не сделал. Ну, например. Кто проверяет вот эту всю историю? Ну, приставы, наверное. Если не будет исполняться медиативное соглашение, утвержденное судом, то, конечно, сторона пойдет к приставам. А, его суд все-таки медиативное соглашение? Медиативное соглашение может быть утверждено, да, как мировое, как медиативное. Если оно в рамках судебного происходит? Да, да. Если это досудебное, то сейчас есть возможность нотариального удостоверения, оно будет иметь тоже силу исполнительного документа. А так я вот не перебью, я отслеживаю сама, мне иногда интересно, особенно такие вот неординарные какие-то ситуации. Есть ретроспектива, там и 3, и 5 лет, да, они исполняются. Люди очень благодарны, говорят, мы не представляем, что бы было, если бы вот нас, нам не рекомендовали медиацию. Судебное, в рамках судебного заседания 60 дней, да, на весь процесс. Случались ли такие ситуации, когда одна сторона вроде не против согласиться вот на медиацию, да, а вторая говорит, что, да и вообще, какие психологи, медиаторы, вообще о чем, да, вообще ни в какую и никак. Сейчас хоть не говорят, что за секта, как 10 лет назад. Вот бывают такие случаи, и как вот тогда быть? А тогда опять же подключается профессионализм медиатора, который обладает определенными технологиями для того, чтобы аргументировать второй стороне, для чего, собственно, процедура медиации нужна и почему стоит к ней обратиться. Тем более, что, во-первых, она добровольная, на любой стадии любая сторона может отказаться от процедуры. И, во-вторых, это не исключает возможности дальнейшего обращения в суд, если сторона поймет, что не подходит ей вот данный вариант решения спора. Много ли во Владимире тех людей, которые занимаются вот этой историей? Не могу сказать, опять же, у меня такой статистики нет, но... А где они находятся? То есть какой-то там, не знаю, офис, помещение, или вы там все вместе где-то собираетесь? Нет, собираться. Где искать медиатора? Кружка медиаторов у нас нет. У нас есть Центр примирительных процедур при уполномоченном по защите прав предпринимателей, поэтому, пожалуйста, всех предпринимателей проконсультируем, поможем, чем можем. Там у нас работают медиаторы с разной спецификой, да, кто-то больше по налоговым спорам, кто-то больше по кадастровым спорам каким-то работает, поэтому чем-то обязательно поможем, найдем выход. А может ли медиатор с одного направления перекинуться на другое? Ну, не знаю, утрированно, пять лет он был медиатором по налоговым спорам, а потом вдруг так получается, или по своей воле, или вот жизнь заставила, ему надо стать медиатором по кадастру, или по семейным делам, или это все-таки... Ну, технически может, почему нет? Вопрос только в том, что, наверное, надо будет подучиться немножко, да, нюансы какие-то все равно есть в каждой сфере. У меня есть коллеги, которые занимались много лет семейно и перестали заниматься, потому что это самая тяжелая эмоциональная сфера семейная. Есть коллеги, которые говорят, я никогда в жизни не буду медицинскими спорами заниматься, потому что, ну, вот у них убеждение, что надо разбираться в этой сфере, чтобы заниматься. Кто-то не хочет заниматься и не может, и не видит в себе потенциала там школьными конфликтами. Поэтому, ну, наверное, как у адвокатов, да, они же тоже имеют специализацию определенную. Где учат на медиаторов, и можно ли во Владимире научиться? И так ли хороши, например, как сейчас модно, вот краткосрочные курсы всякие разные? Вот как вы сказали, всякие разные уже говорят, насколько они хороши. Ну, правда, вы же их сейчас много, ну, согласитесь, в разных отраслях абсолютно. Потому что много соглашусь. Специалистов делают прямо за два часа буквально из ничего. Ну, я могу сказать по себе, что я с 13-го года, вот с тех пор, как, наверное, прошло первое обучение, ну, каждый год я где-то учусь, 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 потому что и медиация не стоит на месте, и споров не бывает похожих один на другой. Мы друг у друга все время учимся, да, медиаторы. Кто-то в какой-то сфере приобретает больше навыков. Курсов действительно много. Я вот всегда за оффлайн обучение однозначно, да, потому что для меня медиация, наверное, ну, это ремесло своеобразное, которое из рук в руки, глаза в глаза должно передаваться. Ну, знаю, что есть ряд и коллег, и, в принципе, абитуриентов, да, которые обучаются медиации онлайн довольно успешно. Ну, это, наверное, выбор каждого. Насколько эмоционально выгорательная, так сказать, вот эта вот профессия? То есть вот вы же вылезаете прям в суть конфликта, прям, ну, мне кажется, как, мне кажется, до мелочей надо разобраться, плюс эмоции людей у одного одни, у другого другие. Вы понимаете, что друг друга-то они вообще терпеть ненавидят никогда. Да, вот насколько вот эта эмоциональная затратная история? По какой шкале? Не знаю, по шкале домой пришел без ног и три дня не встал. Ну, конечно, эмоционально тяжело, особенно когда у медиатора же есть возможность работать со сторонами еще по отдельности, не всегда сразу вместе. То есть нельзя даже за круглый стол собирать? Нет, 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 нет. Бывает иногда даже, что две, три, пять встреч с ними по отдельности, только когда я уже понимаю, что действительно они могут сесть за один стол и хотят, они далеко не всегда хотят сразу этого, тогда уже общая встреча происходит. И вот на индивидуальных встречах, опять же, иногда стороны такую конфиденциальную информацию дают, она важна для решения конфликта, но они не готовы ее открыть вот за общим столом. И вот тут, конечно, я как медиатор должна, не открывая информацию за общим столом, но работать на сближение интересов сторон. Это тяжело, эмоционально тяжело, но зато как здорово, когда действительно получается результат, взаимовыгодное решение, говорят спасибо, и потом еще пишут спасибо много лет. Как-то сразу второе дыхание. А результатом своим, то есть по каким критериям и качествам оцениваете свою работу? Количество заключенных и выполненных соглашений? Ну, в первую очередь, мне, например, важна исполняемость, потому что заключить их можно, ну, обладая определенными навыками, можно в сторону привести к тому, что они заключат это соглашение. Мне важно, чтобы они его исполняли потом. Ну, наверное, потому что... Это следующая ступенька уже, наверное, да? То есть одно дело договориться, второе примирить, и третье заключить соглашение, и, наверное, или главное, чтобы оно было выполнено. Я не примеряю. Они иногда, подписав медиативное соглашение, найдя какое-то решение, они больше в жизни не встретятся. Просто у каждого есть экземпляр соглашения, где у нас прописано там иногда вот есть соглашение, где 3-4 пункта прописано, причем уже на стадии касации это было. И они особо между собой не общаются. Но они живут по пунктам медиативного. Все, у них все прописано. Они не помирились. Но они перестали воевать. Но они перестали воевать. Это хороший тезис. Расскажите, пожалуйста, такая история, как медиация и общественная деятельность пересекаются и пересекаются ли? Конечно, пересекаются со многими общественными организациями, сотрудничаю. Сейчас активная работа, наверное, у нас ведется с Юлией Александровной Роснянской в плане школьной коммуникации. Юлия Александровна, уполномоченная по правам детей. Да. Пытаемся внедрить какие-то новые инструменты. И плюс, как председатель Общественного Совета Росздравнадзора, конечно, по защите прав пациентов, конечно, я сталкиваюсь с конфликтами в здравоохранении. Но как врачу это мне ближе всего. Это моя боль, наверное. Ну, слушайте, я не знаю, согласитесь вы со мной. Вот как по должности, как сказали председатели? Общественного Совета по защите прав пациентов. Общественного Совета Росздравнадзора. То есть это общественная организация. Вот как, не как медиатор сейчас, как общественник. Согласитесь ли со мной, что на сегодняшний день, к сожалению, медицина в городе, да, у нас все-таки хромает. И, наверное, хромает на обе ноги. Ну, Алексей, медицина это что? Это все равно люди. Люди. Да, есть системные конфликты. Вот, ну, сейчас больная тема с лекарствами, да. Это системные конфликты, где надо что-то менять вот сверху волей. А есть конфликты так называемые сервисные. То есть врач плохо сделал операцию, и пациенту не понравилось? Нет, они как раз таки не имеют вообще ничего общего с качеством оказания медицинской помощи. Ну, простой пример. Вот вы, наконец, записались к врачу, преодолев все преграды, да, вы приехали, вы сидите. Время прошло, вас не принимают. Еще 15 минут, вас не принимают. Открывается дверь. Когда-когда, сидите, ждите. Проходит 5 минут, вы уже заряжены весь, потому что у вас болит, вам страшно. Это нормально, да? И у врача уже шансов-то особо нету быть хорошим. Потому что вы уже пришли, вот, все, разъяренные, да? Ну, это же не я виноват, извините, что меня промурыжили полчаса в коридоре от назначенного времени. А я сейчас о другом. А если вам выйдут и скажут, что, Алексей, посидите, пожалуйста, вот ровно через 10 минут вас примут. Совсем другое. Совсем другое дело. А, вот это сервисная история называется, да? Да, да, о этих конфликтах, которых может вполне не быть или быть гораздо меньше. Что будет комфортнее и для пациентов, и для медиков. Ведь они тоже работают сейчас в сложных условиях. Соответственно, вопрос у меня в связи со своей вот общественной такой направленностью. Я так понимаю, у вас, наверное, частенько по медиативной практике случаются конфликты медицинского характера? Случаются, да. И я очень рада, что они у нас все досудебные. Примеры, если не конфиденциально? Конфиденциально, конечно. К сожалению, у нас учреждений не так много медицинских, а они узнаваемы. Но могу сказать, что если первоначально у пациента было требование порядка миллиона рублей и жажда всех наказать, порвать, то медиативным соглашением пришли к решению порядка 150 тысяч выплаты. И определенный бонус пациент. А вот в таких конфликтах, я так понимаю, чаще все-таки, если можно так выразиться, виновата сторона в халате в белом? Да не всегда. Не всегда. К сожалению, сейчас такой термин появился и пациентский экстремизм. Когда пациент, получив услугу, хочет еще назад и средства вернуть. Такое тоже есть. Не всегда далеко пациент потерпевшая сторона. Но пациенты говорят в основном своем, в основной массе о том, что если бы передо мной хотя бы извинились, хотя бы со мной поговорили, да не пошел бы я в суд. Потому что пациенты ведь зачастую даже не цель денег получить, у него цель проблему свою решить, вылечиться. Ну, я имею в виду нормального пациента, да, не экстремиста пациентского. Вот, и на этой стадии вполне конфликты можно, а, не допускать, а, б, вот на этой же стадии их уже и гасить. В Канаде, между прочим, в каждом медицинском учреждении есть омбудсмен по медиации. Задача и функционал этого человека? Вот как раз-таки, как только появился какой-то конфликт, назревают в медицинской организации, в кабинет приглашаются к омбудсмену, и там же этот конфликт решается. Плюс он, конечно, занимается обучением персонала. Десять лет вы сказали во всей этой истории уже, да, вот если из разряда было стало вспомнить, да, что было десять лет назад и что сейчас, поменялись ли запросы тех людей, которые к вам обращаются? Не знаю, что-то изменилось? Или вот как были семейные проблемы, как были неполадки в медицине, вот так оно все и идет? Ну, и... Или все-таки вектор поменялся какой-то? Сейчас немножко вектор поменялся в плане чего? Появилась такая категория, наверное, новых, новая категория конфликтов. Раздел семейного бизнеса набирает обороты. Даже расшифровать, если... Да, ну, люди создали семью, да, там дальше вариантов много. Либо кто-то, создавая семью, уже имел этот бизнес, да, второй там вложил какую-то часть капитала. Либо они вместе создали. И это история семейного бизнеса, и это история, в принципе, вот с конфликта в бизнесе, когда пацанские договоренности. Мы с тобой хорошо знаем друг друга, давай мы что-нибудь замутим. Ну да, договоришься, руки пожарим, без бумажек, без документов, понятно. А потом оказалось, что цели и задачи у нас в бизнесе совершенно разные. Как только появилась какая-то там первая прибыль, вот тут-то оно и началось. А бизнес у нас 50 на 50, а пока мы спорим, дело стоит. Так, вот семейно-бизнесовая история, так сказать, в тренде. Ну, в здравоохранении появилось, конечно, такой прям целый пласт конфликта, вот бьюти-сфера и стоматология. Опять же, насчет услуги не нравится, как оказание услуги? Большинство, опять же, сервисные. Да, хороший очень, может, хирург, золотые руки, но не поговорил, но не объяснил, как будет послеоперационный период проходить, да. Тем более, там, если касательно бьюти-сферы, то ожидания пациента, клиента не совпали с тем, что получилось. Вы бы получили чуть меньше. Нос исправили, а жизнь-то не изменилась. А вот в таких сторонах тоже 50 на 50, правда? Конечно, конечно, конечно. Просто им мешает, самим сторонам мешает сесть, поговорить, опять же, эмоции, начинают какие-то там обвинения, да, защищаться начинают. А за столом переговоров, в общем-то, у меня есть механизмы регулировать их эмоции. Я у вас в социальных сетях наблюдал не раз какой-то игровой процесс, и у вас там в описании было написано, что это тоже как бы один из инструментов медиации. Вот немножко расскажите, что это. Правильно я понимаю, что это какая-то игровая медиация или как это? Ну, игротренинги сейчас это основная тема такая обучающая стала, потому что мы все любим играть, мы все родом из детства. Это интереснее, чем просто тренинг и теория. Можно из 60-летних посадить и сказать, так, ребят, сейчас будем играть в такую-то игру, и в то же время это идет как бы практика. Это обучение, это получение навыков, знаний. Конечно, это не просто сели, поиграли. И да, есть так называемые симуляторы процедуры медиации, игра судится, рядится. Вот недавно на рынок вышла, Юлия Дубининой, где, в общем-то, люди имеют возможность в формате игротренинга понять все-таки, а как работает медиация, нужна ли вот она им сейчас, если они в конфликте, да, или просто понимать, как работает этот инструмент, ну, что называется, а вдруг когда-то понадобится. Есть целая серия мастер-коммуникаций, игротренинга, где можно и семьей, и индивидуально, и корпоративно, в общем, пройти все стадии получения навыков коммуникации, с чего состоит наше общение. Работа с возражениями, манипуляции, сказать, чтобы услышали, или просто сказать. Помогает такая игровая тема в решении конфликтов? Помогает однозначно, да, и что мне очень нравится. То есть люди все-таки, ну, доходят мозгами через игровой момент, да, вот до какой-то, до того, чего вы хотите добиться. Не то, что доходят, они говорят, ну, надо же, оказывается, вот как надо было, да. Те, кто очень осознанно подходит, конечно, они приходят и раз, и два, и три, и тогда они действительно получают результаты. У меня есть обратная связь, что, да, там где-то должность получил, где-то зарплату повысили. Но особенно мне нравится, когда дети приходят, потому что есть тренинги для детей, как раз-таки антибуллинг, там мы с ними рассматриваем. И родители потом говорят, что с детьми стало гораздо легче общаться. Мало того, дети стали еще родителей учить, как надо общаться, чтобы у нас дома мама не была конфликта. Есть такое выражение, что психологу сложно помочь себе самому, то есть, да, сложно. Вот медиаторам применила такая история. Может ли медиатор помочь сам себе? Ну, сам себе помочь не может по одной простой причине обычно никто, потому что эмоции. То, о чем я говорила вначале. Почему врачи не лечат своих? Потому что мешают эмоции. Думать конструктивно тяжело. То же самое в медиации. Но другой вопрос, что, опять же, имею вот эти определенные навыки, да, знания, я понимаю, что я могу сейчас погасить конфликт, я могу его спровоцировать. Я знаю, какой вопрос задать, чтобы получить тот ответ, который мне надо. Или как себя повести там, чтобы, ну, наоборот, вывести человека из состояния равновесия. То есть, я к чему? Что вот навыки коммуникации, мне кажется, они необходимы всем. Я не призываю никогда всех обучаться на медиатора, это лишнее, абсолютно. Если не чувствовать в себе силы именно профессионально работать. А вот навыки коммуникации, навыки переговоров, это необходимо просто ежеминутно. Спасибо большое, Светлана, за интересную беседу, за то, что у вас такая профессия. О медиаторах и медиации мы разговаривали со Светланой неплохо. Спасибо.